С возрастом всё отчётливее приходит понимание, что жизнь порой бывает более непредсказуемая, чем любой сериал. Истории, которые мы с замиранием сердца наблюдаем на телевизионных экранах и о которых читаем в захватывающих романах, в действительности случаются ежедневно, и сегодня я расскажу одну из них. Американец Кевин Тейлор – симпатичный молодой человек, которого нельзя назвать везучим. Он рос абсолютно здоровым мальчуганом, увлекался волейболом. Когда Кевину было 13 лет, с ним произошёл несчастный случай. Он упал и сломал ногу. Казалось бы, бывает и хуже, до свадьбы заживёт. Но всё оказалось не так просто. Кость не срасталась, начались осложнения, врачи поставили диагноз рефлекторная симпатическая дистрофия. В 2009 году Кевину ампутировали повреждённую ногу, и с тех пор он мог передвигаться только в коляске. Но молодой человек продолжал оставаться оптимистом и успокаивал себя тем, что всё могло бы быть гораздо хуже. Как говорили о Кевине его друзья, его отличительной чертой было то, что он никогда в жизни ни на что не жаловался. Пришло время, когда жизнь молодого человека кардинально изменилась. Друзья познакомили его симпатичной женщиной из Техаса. Её звали Одри Карон. Это была любовь с первого взгляда. Друг Кевина рассказывал, «Я глянул на Кевина, он счастливо улыбался. И стало сразу понятно, что он влюблён. Но не только Кевин полюбил с первого взгляда. Одри говорила, меня часто спрашивали, чем Кевин покорил моё сердце. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он просто тот, кого я искала всю свою жизнь, о котором мечтала. Это человек, с которым можно поговорить обо всём, а можно просто помолчать. Он всё понимает с полуслова». Одри совершенно не смущала, что Кевин передвигается на коляске. Это было ей всё равно. Логичным завершением такой внезапной и сильной любви стала подготовка к свадьбе. Влюблённые решили объединить свои судьбы и начали готовиться к важному событию. Но Кевин Тейлор не просто занимался предсвадебными хлопотами, он готовился куда тщательнее своей невесты. Молодой человек решил в день свадьбы сделать своей будущей жене невероятный сюрприз. И вот для молодожёнов наступил знаменательный день. Все гости в сборе, отец ведёт Одри к алтарю. Как обычно, бывает в таких случаях, священник просит всех встать. И вместе со всеми Кевин тоже встаёт. Одри не может сдержать слёзы радости и счастья. Она даже замерла от удивления на некоторое время. Неудивительно, ведь она и её любимый впервые стоят друг напротив друга. Оказалось, Кевин втайне от Одри за несколько месяцев до свадьбы готовил этот свой сюрприз. Он занимался с психотерапевтом и посещал протезиста, а ещё учился ходить, несмотря на мучительную боль. Но всё это определённо того стоило. Кевин сумел укрепить ослабленные мышцы, и в день свадьбы у него получилось встать и с высоты своего роста посмотреть в лицо своей избранницы. Это был самый лучший из всех возможных подарков для невесты. Вот так жизнь молодожёнов Кевина Тейлора и Одри Каррон кардинально изменилась в день их свадьбы. С первого взгляда вся эта история может показаться чудом или сценарием романтического фильма. Но в действительности это результат усердной и кропотливой работы Кевина над собой, результат его стремления улучшить свою жизнь. Эта история ещё раз доказывает, что никогда не нужно подстраиваться под обстоятельства и обижаться на судьбу, не нужно унывать и бездействовать. Если есть желание, человек может совершить невозможное. На этом всё, друзья! Поделитесь этой замечательной историей с близкими, напишите ваше мнение о поступке Кевина в комментариях и поставьте лайк. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok